Иногда для того, чтобы купить нужный сорт многолетника, приходится здорово побегать и посетить не один садовый центр или питомник. Но сегодня все можно сделать гораздо проще. Предварительно заказать многолетники и получить консультацию по их хранению можно в одном месте, а именно в садовом центре-подворье. Света, здравствуйте! Как нам воспользоваться вашей поисковой системой и как получить у вас консультацию? Сейчас я вам все покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я читаю, да, вот выбрала я себе сорт, я читаю, что поставка будет в марте, и это как бы заказ предварительный. Это предварительный заказ. Но я, насколько знаю, у вас еще есть и другая услуга. Можно купить многолетники из тех, что уже есть у вас. Вы также можете выбрать и приехать сюда или доставку курьером. Также выбираете то, что сейчас есть в наличии, приезжая. Ага, опять выбираю сорт. Допустим, ей очень нравится Дебби. Да. Нажимаете в корзинку. А, вот так. И? Дальше оформление заказа идет. Оформили заказ. Вам присваивается номер. Этот номер и статус заказа вы видите вот на этом экране. Как только он готов, вы увидите слово готов. Это обычно происходит через 2-3 минуты. То есть если мы сегодня, вот сейчас, оформим свой заказ, то мы его получим через 3 минуты и получим ваши рекомендации по их содержанию. Конечно. Свет, ну вот по своему опыту знаю, что все самое красивое, вожделенное, ценное можно купить в то время, когда растения высаживать, в общем-то, еще очень рано. И поэтому приходится все время выбирать. То ли подождать, то ли все-таки взять то, что тебе хочется. Давайте представим, что вот мы заказали растения, и они пришли к нам, ну вот, скажем, в начале марта месяца. Как сделать так, чтобы дохранить, если можно так сказать? Корни приходят в специальных дышащих пакетах с микропорами. Они в них пересыпаны торфом средней влажности. В этих пакетах их, в принципе, можно хранить в холодильниках при температуре плюс 2, плюс 4 градуса где-то 2 недели, ничего с ними не делая. За эти 2 недели мы должны подготовиться для дальнейшего ухода за ними. Значит, мы должны, во-первых, приобрести дезинфицирующие средства, в данном случае, например, витароса. У нас должны быть под рукой контейнеры различной емкости. У нас должен быть фермикулит, средство для засыпки нейтральное кокосовое волокно или хороший грунт. Давайте начнем с пиона. Почему? Потому что многие уже как бы попробовали купить заранее посадочный материал и потерпели фиаско, потому что плохо приживаются или совсем не доживают до времени высадки в грунт. Давайте покажем, в каком виде приходит деленочка. Значит, деленочка приходит в виде вот такого корешка. Да. Значит, обязательно почки. Это не меньше двух на стандартной деленка. Тут у нас вот сколько, смотрите. Здесь две почки. Здесь две, нет, а вот еще вот есть. Вот еще третья. Здесь вот они цветочные, вот ростовые почки. Они могут быть очень маленькие, но это тоже почки. Понятно. Вот, значит, никаких гнилей. То есть можно вот так даже проверить. Все беленькое. Все беленькое, чистенькое. Корешки все такие тургорные, да, очень плотные. Да, все, никаких завязчих чистей. Никакой мягкости, ничего нет. Как сделать так, чтобы правильно хранить эти деленки, чтобы их можно было в целом виде высадить в открытый грунт вот в мае месяце, когда это можно будет сделать? Значит, обязательно перед тем, как поместим мы его в горшочек. Значит, дезинфекция. Вы можете его прополоскать в обычной воде, снять все остатки торфа, чтобы видеть, что с ним. То есть любое пятнышко мы зачищаем. Вот любую погибшую почку, если вдруг такая, мы тоже ее убираем. После очистки корня мы погружаем в раствор витароса на 2 часа. Вот после этого корень немножко подсушиваем. И уже замазываем все срезы, которые мы сделали. Чем? Чем? Это может что угодно быть. И садовый вар, и зеленочка, если уж такое не было. И можно просто угольком затереть. То есть такой древесный уголь, толченый. Древесный уголь, да. Просто затереть это и дать еще немножко подсохнуть. Так, все мы это проделали. Вот, после этого мы готовим субстрат для посадки. Так. Значит, мы смешиваем землю. Можно использовать так, в который пришел саженец. Это нежелательно. 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 Вот, вы потом можете этот торф использовать как мучу в саду. Мы берем хороший, свежий покупной субстрат. Да. Так, давайте. И вы говорите, смешиваем. Что смешиваем, с чем? Значит, мы берем две трети, насыпаем в горшочек субстрата. Так. Где-то так вот. Так. И треть. Или чуть меньше. Так, деленку пока не помещаем. Нет, пока не помещаем. Мы добавляем вермикулит. Это очень хорошая смесь. Давайте покажем, что такое вермикулит. Вермикулит – это искусственный субстрат. Это искусственный. Это слюда очень мелкой фракции. И основное свойство… Это гигроскопичность. То есть он как бы впитывает лишнюю влагу. Это во-первых. А во-вторых, он не дает образовываться зеленой плесени такой на поверхности. Иерахлит – грунт. Не дает слеживаться ему. В то же время это прекрасная минеральная добавка в почву на самом деле. Мы не просто добавляем, а мы все перемешиваем. Мы перемешиваем все. Вот так. Получился у нас вот такой вот субстрат с добавлением вот этих вот частиц вермикулита. Так, и… Да. Дальше мы помещаем деленку. Горшочек мы подбираем. По размеру. По размеру. То есть в идеале корни не должны касаться стенок горшка. В принципе, можно, если корень слишком большой, его можно подрезать. Но при этом обязательно подсушить срез и замазать его. Понятно. Обязательно. Есть какой-то особый смысл, что вы положили эту деленочку горизонтально, а не посадили ее вертикально? Разницы никакой на все. После посадки мы засыпаем субстратом до почек. Но почки должны быть где-то углублены, небось, чем на сантиметр в контейнере. Мы опять смесью засыпаем или уже чистым субстратом? Можно смесью. Причем я бы советовала бы возле почек добавить чистый вермикулит. Понятно. Чтобы исключить загнивание корневой шейки. Так. Засыпаем субстратом до конца. Держите, давайте я, чтобы было удобно. Так. Так. Чуть-чуть уплотняем, нет? Чуть-чуть уплотняем, вот так потряхиваем. Так. Так. И что дальше после того, как мы засыпали? Самое главное теперь соблюсти его влажностный температурный режим. Так. Это очень важно, потому что корни у пионов растут при температуре плюс 5, плюс 10 градусов. Выше у них начинается рост вегетативной части. Так. А корни не успевают за этим процессом. Понятно. И куда же я его теперь дену? Теперь вам надо обеспечить светлое место плюс 5, плюс 10. В принципе, это ваша лоджия, это ваша веранда на даче. Если совсем ничего нет, значит, нет подоконник, значит, при этом вы изолируете батарею и обеспечиваете ему проветриванием. То есть снижаете температуру как можно ниже и при этом применяете стимулятор корнеобразования. Что именно? То есть вы можете применить и корневин. Я должна поливать. Да, раз в недельку вы проливаете корневинчиком. А вот, например, какие-то препараты против гнили мы добавляем сюда? Значит, можно добавлять уже, если при комнатных условиях, вы можете добавить глиоклодин, потому что он как раз работает при температуре плюс 20 градусов. Он опутывает ваши корешочки с грибницей. Да, полезной микрофлорой такой. Да, полезной микрофлорой, которая препятствует к неению корня. Всеми правдами и неправдами мне удалось дохранить мою деленку, скажем, до мая месяца. Стоит ли в мае месяце пересаживать эту деленку в грунт или надо дождаться осени и осенью в оптимальные сроки посадить пион в грунт? В идеале да. То есть мы сажаем, пересаживаем его к середине августа. В этот момент у него образуется корневой ком, который мы легко вынем. И если есть желание посадить пион пораньше, вы для этого сделайте две полосочки ткани и положите их на дно крест-накрест, чтобы концы свисали с боков контейнера. Понятно. Потом вот так взяли и потянули. Вы взяли и потянули, и аккуратно, не повредив ни одного корешочка, вы погружаете его в грунт. Если яма свежая, на таком же уровне, как и в горшке, потому что он еще просядет в грунт, и вы потом мульчой досыпите нужные три сантиметра. Свет, но потом аккуратно эти полосочки-то вытаскиваем? Нет, если вы берете ткань, пусть она там у вас так и остается. То есть это просто какая-то ветошь, белая ткань или что-то там, какая-то старая простынка была, условно говоря. Бинь, о, широкий бинт. Широкий бинт, да. И тогда можно оставить, потому что он через год все равно сгниет. Да, и не повредит ничего. Свет, ну вот что касается многолетников, вроде как разобрались. А вот что нам делать с луковичными? Насколько я понимаю, у лилии очень важно, насколько сохраняются их многолетние так называемые подлуковичные корни. Что делать, если я, допустим, вот в январе, в феврале куплю у вас лилии? Как с ними поступать? Во-первых, вы их также перед посадкой, перед хранением, вы обязательно их продезинфицируете. Вы их достанете. Опять витарокс. Опять витарос, опять засыпка свежая. Можете их, в принципе, некоторое время поместить вот в этот же пакет. Аху. Вот, так, чтобы стенки лилий не касались целлофана. Стенки луковиц. Стенки луковиц, да, не касались целлофана. Вокруг земля. Вокруг земля и луковка. Также их можно выбрать просто небольшой контейнер. Так. Такой годится, мал? Можно их все сразу, можно каждый. Вот, если их очень много, вы просто возьмите любой пластиковый пандончик. Давайте представим, что это у меня ящик. Я уже насыпала здесь вермикулит. И вот я так, как должна посадить? Расправить корни вот так по вермикулиту или все-таки приподнять вот так и засыпать? Нет, расправляйте корни. Расправляйте корни. Расправляйте корни. Вот так, прямо вот так, вот так. И, в принципе, при желании их можно... Чуть-чуть подрезать. Их можно обрезать, потому что лилия в грунте образует уже новые корни. Пересыпьте дно вот таким вермикулитом. Так. Вермикулитом. Да, чистым вермикулитом. Можно немножко грунта добавить. Укладывайте вверх носиком лильки и пересыпаете их уже субстратом. На какую глубину? Вот. Здесь глубина не важна. Вы берете просто под высоту, чтобы можно было ее засыпать немного. Там сколько? 10 сантиметров. Сколько должно быть над лилией субстратой? Над лилией сантиметра два, не больше. Два сантиметра. И в какие условия ставим? Значит, смотрите, если позволяет место вашего бытового холодильника, вы поставите ваш контейнер в пакет и поместите его туда. Даже если лилия будет расти, даже если она вырастет на 10 сантиметров. Ничего страшного нет? Это ничего страшного. Вы посадите ее по всем правилам, заглубляя на три высоты. Вот. Если у вас есть лоджия, даже неотапливаема, при хорошем укрытии ее, то есть вы контейнер можете обернуть, всем чем угодно, поместить в коробку и так далее. То есть самое главное, чтобы на лоджии температура не опускалась меньше минус пяти. Ну, в общем, даже можно в одеяло упаковать, насколько я могу понять. Они будут у вас просто зимовать в грунте. Свет, давайте все-таки посмотрим и покажем, как должен выглядеть вот качественный посадочный материал лилии. Ну, шикарно. Выглядит шикарно. Главное, корешки все белые. У лилии луковица должна быть плотная, твердая. Допускаются механические повреждения, потому что лилия собирает не руками. Но никаких не должно быть гнилостных, вдавленных пятен. Вот. Донышко должно быть тоже твердое. И желательно, значит, посмотреть, нет ли обломанного ростка. Посмотрите, она еще не проснулась, она спит. У нее не то, что нет ни обломанного ростка, у нее вообще еще нет ростка. Да, у нее никакого нет. Вот, она плотненькая, у нее хорошие корни здоровые. Вот, ее осталось только поместить на хранение. Ну, я подчеркиваю, что если мы выбрали с вами, да, какой-то посадочный материал, то мы имеем право у продавца попросить вскрыть упаковку. Если вам не видно. Да, да. И показать нам все-таки, что мы покупаем, да, чтобы рассмотреть все досконально. Ну что, я думаю, что мы исчерпывающе осветили вопрос приобретения, хранения и дальнейшей высадки этих деленок. Я все-таки, конечно, понимаю, что хранение в холодильнике, постоянные там проветривания, проверки, это все достаточно хлопотно. Но зато мы будем иметь с вами счастливый сад, такой, что как бы соседи, наверное, будут нам с вами завидовать. Света, спасибо вам большое. Я думаю, что мы получили очень большие ценные указания от вас. И если мы их выполним, то будем радоваться посадочному материалу, который приобрели у вас в садовом центре подворья. А мы будем рады вместе с вами вашим успехом. Спасибо большое. Спасибо.